Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в моей рубрике «Коротко о главном по здоровью» я расскажу вам о шуме и звоне в ушах. Миллионы людей от этого мучаются, а причины не знают, как многие врачи тоже не могут разобраться в причинах. Я расскажу вам практически о всех причинах появления такого шума и звона в ушах. Я покажу вам 5 упражнений, которые могут убрать до 90% причин появления таких шумов. Также я расскажу вам о дополнительных мерах и важных средствах. И дам вам иные советы, и всё это очень быстро, как вы любите. Итак, шум и звон в ушах или тинитус. Описывать симптоматику, признаки нет смысла, потому что все люди, у кого это есть, и так прекрасно всё это хорошо понимают. Ну, все понимают, о чём я говорю. Но вот это важно знать. Похожие признаки имеет болезнь Меньера. Обычно она появляется в одном ухе и сопровождается внезапными признаками головокружения, тошноты, рвоты. Знать это и отличать признаки важно. Шум в ушах появляется не только по причинам болезни ушей, то есть органов слуха, но и по другим разным причинам. Этот шум часто бывает при здоровых органах слуха. Иногда причина очень проста, а иногда трудно определима. Так с чего же тогда начать самодиагностику и стоит ли обращаться к врачам? Уберите все возможные факторы, о которых я сейчас расскажу, проанализируйте. И тогда, если вам упражнения и прочие изменения в вашей жизни не помогут, то тогда, конечно, обращайтесь к специалистам. Итак, поехали. Основные причины. Первое и главное. Это нарушение циркуляции крови и лимфы в органах слуха. В среднем и внутреннем ухе. Ну и в голове, конечно. Спазмы обычно бывают из-за перенапряжения шеи, из-за специфической работы, в неудобных позах, долгое время. О спазмах, этих проблемах, посмотрите непременно мое видео «Гипертония. Часть первая». Я там именно об этом очень подробно рассказываю. Если так, и в любом случае, делайте упражнения на шею, расслабляйте мышцы, делайте массажи шеи. Вторая очень важная, частая причина – это вы поздно ложитесь спать. А надо спать обязательно с 23.00 до 3 утра. Вот в этот период должна быть глубокая фаза сна в полном погружении. Более того, чтобы на расстоянии вытянутой руки не было видно даже пальцев рук, то есть такая темнота должна быть полная, только тогда и только при этих обстоятельствах в полной должной мере вырабатывается очень важный гормон мелатонин, который не только нужен для детей, чтобы они росли, как многие думают, совершенно справедливо, но это еще и противораковый гормон. Он также регулирует другие многие важные гормоны организма – щитовидные железы, надпочечников и так далее. Учтите это. Третья группа – это группа психологических факторов, психосоматических причин. Это сильное внутреннее упрямство, злоба, агрессия. Это большое упорство со злобой в чем-то когда-то, тем более постоянно. Очень часто такие шумы начинаются после стрессов, после нервных потрясений, психологических травм. Следующую причину можно выделить отдельно. Это психологическое переутомление, переработка, мощные умственные нагрузки. Умственное перенапряжение. Еще одна банальная, но причина – это много серы в ушах. Необходимо чистить уши правильно, периодически, но не ватной палочкой, как многие думают и на рекламу смотрят, а именно так, как я рассказывал вот в этой своей лекции. Не делайте ошибки, о которых я там предупреждаю. Ватными палочками вы можете пропихнуть и запрессовать эту серу, ну, а также повредить барабанную перепонку в особых случаях. Особенность себе это могут сделать нечаянно дети. Следующая очень важная причина, частая причина – это промышленный и бытовой шум. Часто эти причины между собой совмещаются, и тогда усилие эффекта возникает гораздо большее. Например, когда ваш сосед сверху или сбоку отбойным молотком что-то делает или сверлит стены, плюс у вас возникают стрессы, и вот тогда это состояние усиливается. Но и шумные производства вредные, где работают станки промышленные, слесарные, токарные и прочее – все это может привести к последствиям шума и звона в ушах. Но здесь можно порекомендовать только беруши в уши, ну, или наушники, или какие-то иные меры, которые на производствах должны оговариваться и учитываться. Следующая причина – повышенное артериальное давление. Правильно говорить – артериальная гипертензия. Непременно, дорогие товарищи, посмотрите вот это мое видео «Гипертония часть 2». Там очень важные аспекты данной проблемы показаны, и как убрать повышенное артериальное давление простыми натуральными средствами, без химии, без гипотензивных препаратов. Ну, в общем, все сами услышите, увидите, если вам это будет нужно, конечно. Следующая причина – это некоторые лекарства, например, от холестерина, ну и другие. Читайте внимательно инструкции, смотрите, чтобы там в побочных эффектах не было данных эффектов. Если они есть, и это от лекарств, то консультируйтесь с врачом, как сменить на какие лекарства. А лучше меняйте питание, образ жизни, чтобы убрать эти болезни, а не лечиться всю жизнь, вернее, поддерживать вяло текущее состояние, то или иное. Пока человек жив, лечится все, просто нужно знать, какие меры необходимы. А узнав выполнять эти меры, все лечится, пока человек жив. Ну вот мы и дошли до упражнения, сейчас я вам их покажу. Но после упражнения я вам расскажу, какие могут быть еще причины шума и звона в ушах, а они есть. Сразу оговорюсь, если в течение недели, ну, 10 дней, эффектов положительных от этих упражнений не будет, то есть у вас останется такой же шум и звон в ушах, то тогда обращайтесь обязательно к врачу-специалисту, потому что причинами могут быть те, о которых я уже говорил, важные причины, объективные, и те, о которых я расскажу вам чуть далее. Итак, первое упражнение. Указательными пальцами резко заткните слуховые проходы, поверните на полградуса и резко оторвите. Будет как бы накачка воздуха и условно подобие вакуума. Такие упражнения нужно делать по 30 подходов 3 раза в день. Второе упражнение. Ладони. Они должны быть теплые, если холодные, просто потрите хорошенько, долго, пока они не станут теплыми. Резко, ну не сильно, закрывайте уши и растирайте. Вот таким образом. А потом резко отводите в стороны. И будет тоже такой вакуумный щелчок небольшой. Это упражнение, растирание, нужно делать 1 минуту примерно. И таких подходов тоже 2-3 в день. Одно упражнение можно делать за другим, с небольшой паузой в 1-2 минуты. Третье упражнение. Берите двумя пальцами, зажимайте мочки ушей и попеременно их трясите. Примерно 1-2 минуты. Ну и, в общем-то, таких упражнений тоже 2-3 в день. Четвертое упражнение. Это массаж за ушами. Вы можете сделать это одним указательным пальцем. Вот таким вот образом. То есть вы всю ушную раковину как бы обводите. Там есть такая впадинка в нижней части. Там более усиленно. До небольшого приятного тепла. Тепла в ушах. Это упражнение делается в течение 1-2 минут. Ну и 2-3 раза в день. Ну а пятое упражнение это методика страйдома. Это техника постукивания пальцами рук задней части черепа. Примерно по оси нижней части ушей. Это делается для стимуляции некоторых нервов. И это довольно-таки просто. Вы нащупываете бугорки. На этом уровне сзади находятся бугорки, ну скажем, чуть выше ямочки. Вот вы двумя пальцами делаете круговые движения по часовой стрелке. Можно против, это не так важно. В течение 1-2 минут. Таких же 2-3 подхода в день. Также очень хорошо помогают расчесывание расческой. Особенно деревянной. С острыми зубчиками. Аккуратно, конечно, расчесывать надо головы, волос. То есть, соответственно, ну по сути это массаж кожи. В этих же зонах. Как по, так и против роста волос. И безусловно, профессиональные массажи будут только на пользу. Итак, вот эти 5 упражнений очень эффективны. Их можно выполнять в течение дня все. Но начните с первых 3. И каждые 2-3 дня добавляйте еще одно. То есть, 4-е и 5-е. Между ними пауза 1-2-3 минуты. В 90% случаев проходит шум и звон в ушах. Потому что многие причины таким образом устраняются. Но помните, если у вас серьезные заболевания, артериальная гипертензия и прочие, о которых я сейчас скажу. Тогда, конечно, нужно комплексно выполнять меры противодействия, ликвидирования этих проблем, этих болезней. Которые приводят в том числе к звону в ушах, соответственно, и голове. Вот еще одна очень важная причина. Это электромагнитные источники излучения. Это ВЧСВЧ, то есть сверхвысокочастотные источники излучения. Конечно же, это сотовая связь, Wi-Fi и все то электронное пространство, которое нас окружает. Такого воздействия не было еще и 10 лет назад. Уж что говорить о 20-30 годах и далее. Посмотрите непременно хотя бы вот это последнее мое видео о 5G, 4G, Wi-Fi и раке. Под этим видео, кстати, даны ссылки. Если захотите, нажмете еще, откроются ссылочки. Очень важные на все исследования, доказательства, полную абсолютную аргументацию того, о чем я говорю. Есть индивидуальные средства защиты от резонансного разрушительного воздействия на клетку на ДНК. От источника ВЧСВЧ-излучения, это нейтроники. Изучите подробно эту информацию и прочтите брошюру под нейтрониками на нашем сайте nadgard.ru. Найдете. Но, впрочем, ссылочка будет вот под этим видео также. Кстати, часто шум в ушах пропадает при закапывании в уши прополисной настойки, но не спиртовой, а на воде настойки. Есть, кстати, на нашем сайте, потому что многие спрашивают, ну а где же такую купить? 5-6-7 капель в одно ухо, таким образом, два раза в день пипеточкой закапываете. Как правило, две недели у кого-то меньше, и проблема, ну скажем, в 50% случаев причин уходит. Совмещать упражнения и закапывание прополисной воды, конечно же, не только можно, но и желательно. Некоторым людям помогает даже обычная вьетнамская звездочка. Вы можете, соответственно, обмакнуть те же мизинцы и промазать внутри слухового прохода. Насколько позволяет мизинец, больше глубже не нужно. Так можно делать пару раз в день. Но тут уже выбирайте, либо прополисом, либо звездочкой вьетнамской. Можно попробовать две недели одно, две недели другое. А теперь еще серьезные возможные проблемы шума и звона в ушах. Это бляшки в кровеносных сосудах, в артериях, это атеросклероз, это нарушение мозгового кровообращения, это возможные опухоли в головном мозге. А могут быть еще патологии. Могут, например, патологии слухового нерва. Рассеянный склероз, остеохондроз, конечно же, атиты. Часто шум, звон в ушах может быть из-за различных аллергических реакций. Ну, из-за наличия тех или иных аллергий у вас. Ну и, пожалуй, последнее это болезни щитовидной железы. Так что же делать дополнительно? Помимо упражнений, прополиса, вьетнамской звездочки, конечно, я советую переходить на раздельное питание. Лучше всего хотя бы месяца на 2-3 перейти на веганское сыроедение, на веганское кето-питание. Используйте интервальное голодание, это очень важно. Посмотрите вот это мое видео про интервальное голодание. Конечно, нужно убрать излишние жировые отложения в организме непременно. А обязательно убрать из рациона питания сахар, сладкое. Посмотрите вот это мое видео про калории. Ешьте как можно больше овощей и зелени. Обязательно проращивайте и ешьте проростки брокколи. Посмотрите вот это мое видео про брокколи. Куркума и черный перец вам тоже помогут. Безусловно, посмотрите мое видео о куркуме. Также я рекомендую вам посмотреть мое видео очищения и голодания. Не только интервальное голодание постоянное, но и длительные голодания могут быть полезны и лечебны, если правильно к ним подготовиться. Вот это мое видео очищения и голодания прояснит картину. Не допускайте сгущения крови. Посмотрите вот это мое недавнее видео про очищение сосудов. Очень важна вода, но еще более важно ее качество, не только количество, и, конечно же, показатели, то есть физико-химические свойства воды, от которых очень многое зависит. И самое главное, чтобы вода являлась идеальным растворителем вредных веществ, продуктов, метаболизма, чтобы она растворяла хорошо питательные вещества и лекарственные, и доносила до каждой клетки нашего организма лучше, в большей мере. Ну, естественно, важны ее антиоксидантные свойства, структура и память воды. Все это есть, все это существует, и в этой связи я очень рекомендую вам непременно, не поленитесь, посмотрите, кто еще не смотрел. Вот это мое последнее видео о воде. Обязательно. Значит, все те видео, которые я вам рекомендовал сейчас, будут под этим видео, которые вы сейчас смотрите, по ссылочкам. Всего лишь надо нажать слово «Еще», откроются ссылки, и вы сможете их посмотреть. Ну что ж, дорогие товарищи, я полагаю, что я раскрыл данную тему более чем полно и кратко. Ну, я надеюсь, что вы тоже поставите мне лайки, поддержите мой канал, сделайте репосты в соцсетях, ну, где вы можете это сделать. Пошлите ссылочку на это видео своим друзьям, товарищам, близким, помогите им тоже. Ну и мне, конечно, тем самым поможете развивать канал. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик рядом, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Ну, еще раз напоминаю, ставьте лайк. И на этом все. Желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья. Ну, а всем остальным людям логики и здравомыслия. Всего хорошего, до новых встреч, увидимся, до свидания.